Работа Ани Беляевой получила высокую оценку преподавателя. Ученица надеется, что будущему обладателю она понравится не меньше. На изготовление подарка для ветерана у девочки ушло не больше двух часов, а вот сама задумка заняла гораздо больше времени. Прежде чем взяться за эту подделку, Аня просила родных как можно больше рассказать ей о событиях тех лет. Про бабушки, которая прошла войну, уже нет. Зато дедушка настолько хорошо помнит эти истории, что решил выразить свои мысли в стихах, строки которых и составили основу подарка. Мы собрались с родителями за столом и решали, что можно сделать. Кто-то предлагал, что можно в технике квилинг, кто-то, что какой-то букет цветов или что-то из кофе, какое-то кофейное дерево. Но так как у всей семьи были разногласия, я решила все постараться совместить. Традиционные символы Дня Победы – гвоздики, пятиконечная красная звезда и георгиевская лента выполнены в разных техниках. От бумажных аппликаций до графических и витражных рисунков. Подарки, сделанные руками детей, получаются гораздо красноречивее слов. Гордость за то, что предоставлен такой шанс подарить ветеранам это, отблагодарить их за все то, что они сделали по имени Родины, Свободы и Жизни. В областной акции «Награда за мир» участвуют ребята разного возраста. В школе номер 47 – это ученики с 4 по 9 классы. Вручить свои подарки ветеранам они планируют во время ежегодного митинга в честь Дня Победы. Наш педагогический коллектив большое внимание уделяет именно патриотическому воспитанию. Поэтому участие в подобных акциях – это, конечно же, проявление творческих способностей детей. И еще одна возможность – отдать дань памяти этим замечательным людям. И, конечно же, прикоснуться к героическому прошлому нашей страны. Акция телеканала «Мой город» началась во всех районах Новокузнецка. Выставки готовых наград пройдут в каждой школе. А лучшие работы ветеранам вручат в День Великой Победы. Елизавета Черняк, Константин Алёхин. Новости моего города.